Всем добрый день! Рад приветствовать всех участников нашего сегодняшнего вебинара, посвящен он будет предстоящему размещению облигаций группы «Эталон». Компания представляет сектор строительства и девелопмента, и в пору сказать бы, что это очередной представитель этого сектора в нашем эфире. Но на самом деле, конечно, компания, по крайней мере, для меня, как жителя Петербурга, это все-таки далеко не очередная компания из этого сектора, а компания, конечно, существенно выделяющаяся, потому что и по своему объему, на федеральном масштабе, она, может быть, где-то в пределах первой десятки, но изначально компания начинала деятельность в Петербурге и долгое время была лидером или одним из лидеров в северной столице по строительству жилой недвижимости. Ну и кроме того, компания очень давно представлена и на долговых рынках, я вот не поленился и посмотрел, и первое размещение облигаций относится к 2005 году, то есть компания такой в хорошем смысле слова «сторожил» на рынке. За это время она сменила название, она была «Ленспидсмул», потом стала «Эталон Ленспидсмул», теперь это просто группа «Эталон». Компания успела стать публичной компанией, разместив акции на лондонской бирже и затем уже в 2020 году залистинговав депозитарные расписки на эти акции на московской бирже. То есть компания в этом секторе по использованию инструментов фондового рынка и, безусловно, один из самых интересных в России эмитентов. И я думаю, что наш сегодняшний семинар будет интересен не только инвесторам в долговые инструменты, но и, возможно, инвесторам в акции, потому что, повторюсь, акции компании торгуются, предлагают достаточно неплохую дивидендную доходность, если ориентироваться на последний дивиденд, и, в общем, могут быть довольно интересны. В гостях у меня сегодня будут представители компании. Это вице-президент по экономике и финансов Илья Косолапов и член правления, вице-президент по маркетингу и продвижению Василий Петизов. А помогать им будет Ольга Гороховская, управляющая директор долговых рынков капитала Сбербанк CIB, моя очень давняя хорошая знакомая. Ольга, Илья, Василий, рад вас приветствовать. И, по традиции, мы начнем с небольшой презентации компании, поэтому оставляю вам микрофон. Здесь Сергей уже упомянул о истории публичных размещений группы компаний «Эталон», еще в старом его названии, «Параленспецму». Я, наверное, учитывая регламент, останавливаться долго на этом слайде не буду. Здесь вы видите знаковые этапы развития компании. Организована была, образована в 1987 году. Из того, что хотелось бы отметить, это как раз 2005 год – это начало публичной истории «Эталона». В 2011 году, опять же, то, что Сергей сказал, это проведение IPO на лондонской фондовой бирже. И, в первую очередь, целью размещения был выход в новый для «Эталона» на московский регион. В 2019 году была закрыта сделка по приобретению «Лидер Инвест» 100%, и, соответственно, выход основателя компании, Вячеслав Фатамовича Заренкова, и крупнейшим акционером компании становится IFK-система. В 2021 году, наверное, из того, что хотелось бы отметить, это проведено СПО, в ходе которого привлечено более 150 миллионов долларов. Здесь, наверное, ключевые результаты 2020-2021 года. Не буду останавливаться, у нас это есть все на слайдах, далее это будет доступно. Здесь хотелось бы отметить, что в 2021 году мы успешно прошли оферту по облигациям «Лидер Инвеста» на сумму 5 миллиардов рублей при очень привлекательном купоне 7,95% годовых. Также из достижений, которые будут интересны именно инвесторам, которые инвестируют в облигации, мы провели в этом году повышение кредитного рейтинга, мы, соответственно, вернулись в А-категорию, и у нас от эксперта РУА- минус со стабильным прогнозом. Далее хотел бы прям очень коротко показать структуру корпоративного управления и владения эталоном. Здесь из важного, что, наверное, хотелось бы отметить, что больше половины членов совета директоров являются независимыми членами совета директоров, и хотелось бы отметить, что сделки с FK-системой, являющейся крупнейшим акционером, регулируются так называемым relationship agreementом, подписанным на этапе вхождения холдинга в акционеры эталона, при котором в случае, если сделка совершается с FK-системой, это происходит только через независимых директоров. На этом слайде мы хотели бы презентовать текущий земельный банк на 31 декабря 2020 года. Здесь, наверное, следует отметить, опять же, не останавливаясь, не тратя много времени, что после приобретения лидер-инвеста у нас достаточно существенно нарастилась доля Москвы, там до 74% от общего земельного банка компании. И здесь, соответственно, фокус компании, он на сохранение и поддержание земельного банка в Санкт-Петербурге. Также у нас есть достаточно, там уже несколько раз мы про нее говорили, планы по региональной экспансии. На следующих слайдах я там чуть подробнее про это расскажу. И, наверное, из того, что все уже слышали, это мы объявляли о выходе в Омск. Это, наверное, такая ролевая модель по тому, как мы планируем выходить в регионы. Это масштабный инвестиционный проект, который позволяет получить определенные и дотации, и поддержку как от региональных, так и от федеральных властей. И вход структурирован таким образом, что стоимость оплачивается земельного участка после ввода в эксплуатацию. Там определенный процент будущих возводимых улучшений передается государству. Да, в реализации группы «Эталон» находятся 20 проектов, распределенных пока на сегодняшний день между Санкт-Петербургом и Москвой. Действительно, земельный банк сейчас уже с весомым преимуществом Москвы, но тем не менее текущая реализация более-менее равномерна с небольшим преимуществом Москвы. Среди крупных проектов необходимо отметить такие проекты, как «Изумрудные холмы», это крупнейший строящийся реализуемый проект в московском регионе, город Красногорск, 753 тысячи метров, проект «Галактика», крупнейший реализуемый проект в Санкт-Петербурге, 764 тысячи продаваемых площадей, Нагачино Айленд в Москве на 329 тысячи продаваемой площади и Серебряный фонтан также в Москве на 226 тысяч квадратных метров в продаваемой площади. Я отдельно хотел бы остановиться на текущих проектов, которые запущены в стройку и в продажу в Москве в этом году. Это новый флагман группы проект «Зилюк», который получил брендовое название «Шагал» общей площадью недвижимости 1,4 млн метров, продаваемой порядка миллиона. В апреле текущего года выведено в продажу 109 тысяч метров. В первой очереди, соответственно, идет активное строительство. И проект на Летниковской улице – это центральный административный округ города Москвы, Павелецкая деловая зона. Мы планируем вывести его в четвертом квартале текущего года в продаже. Продаваемая площадь 53 тысячи метров и ожидаемая выручка более 20 млрд. рублей. Спасибо, Василий. На следующем слайде показана программа пополнения портфеля проектов эталона. Это то, собственно, для чего мы привлекаем в том числе существующие предложения по выпуску облигаций. План приобретений на сейчас составляет пайплайн около 2 млн квадратных метров. Ну и, собственно, до миллиона или около миллиона квадратных метров мы планируем приобрести в 2021 году. Стоит отметить, что на сейчас из того, что с начала года, после того, как мы начали активно заниматься поиском и приобретением земельного банка, используя, как я уже говорил, как средства от СПО, проведенного в мае этого года, собственные средства, кредитное финансирование, режим мезонимное финансирование. Мы уже около 240 тысяч квадратных метров приобрели, находимся на продвинутой стадии 220 тысяч и около полутора миллионов у нас находится в стадии переговоров. Здесь чуть больше деталей как раз по нашему пайплайну. Мы примерно аналогичную презентацию делали equity-инвесторам на этапе размещения СПО. И здесь, наверное, важно было сохранить преемственность и показать, соответственно, как мы движемся по данному пайплайну. Здесь один из проектов, к сожалению, название его потерялось. Еще один проект в московском районе, он также уже объявлен площадью 30 тысяч квадратных метров. В данной табличке, хотел бы сразу отметить, не обозначен проект в Омске, про который я упоминал. Это связано с тем, что, как я и говорил, основная стоимость по участку, она задима площадями после ввода. Да, коллеги, пройдемся по операционным результатам. Шести месяцев 2021 года, как видно из этого слайда, при сохранении объема продаж в натуральных показателях в квадратных метрах на уровне 221 тысячи метров, что соответствует уровню первого полугодия 2020 года, нам удалось нарастить продажи в денежном выражении на 39% до 41 миллиарда рублей. И поступление от продаж до 41 миллиарда рублей, что составило плюс 30% к аналогичному периоду 2020 года. Количество заключенных договоров выросло за первое полугодие до 4286, что дает примерно рост плюс 10% год в году. Что при, опять же, аналогичному объему продаж метров говорит о том, что средняя площадь одного объекта снизилась. Следующий слайд. Если смотреть на региональный разрез операционных результатов в шести месяцев 2021 года, мы видим то, что основной прирост достигнут за счет московского региона. Новые продажи в натуральных показателях выросли на 24% до 131 тысячи метров. При этом денежные показатели выросли еще более существенно на 76% по контрактованию в рублях до 28 миллиардов и на 61% по поступлениям денежных средств. По Санкт-Петербургу продажи в денежном выражении остались примерно на уровне 2020 года, первого полугодия, а в натуральных показателях даже несколько сократились. Да, если смотреть на выполнение плана-прогноза 2021 года по продажам, за первое полугодие мы вышли на показатели 41% по выполнению плана в квадратных метрах и 47% по выполнению контрактования в денежном выражении в рублях на 47% годового прогноза. По поступлениям цифра примерно схожая, 45%. Мы ожидаем и опираемся, собственно, на показатели предыдущих годов, на индексы сезонности, всегда второй полугодие в плане контрактования, в плане поступлений денежных средств оказывается лучше первого, и надеемся и делаем все для того, чтобы 2021 год не был исключением в этом плане. Наиболее впечатляющие цифры прироста демонстрируют средняя цена квадратного метра за первое полугодие 2021 года. Если смотреть на среднюю цену всех типов недвижимости, она выросла на 67% и достигла уровня 203,9 тысяч рублей за квадратный метр. Если смотреть только жилую недвижимость, то она выросла на 49% до 236 тысяч рублей. И если смотреть на региональный разрез, то по Москве рост составил 32%, и, соответственно, во втором квартале мы достигли уровня 262 тысячи рублей за квадратный метр. И по Санкт-Петербургу плюс 36% вышли на уровень 184 тысячи рублей за квадратный метр. При этом размер среднего первого платежа за счет высокой доли как ипотечных сделок, так и сделок с 100% единовременной оплатой мы вышли также на серьезный высокий показатель 93%. Переходя к результатам по продажам в ипотеку, мы видим то, что во втором квартале 2021 года мы вышли на объем более тысячи ипотечных сделок, что составило прирост плюс 57% к аналогичному периоду 2020 года, а доля ипотечных продаж выросла по жилой недвижимости до 67%. Безусловно, главным драйвером такого роста явилась льготная субсидированная государственная ипотека и снижение ипотечной ставки в среднем до 6,2% к концу второго квартала. Если смотреть в ближайшее будущее, мы видим то, что программа льготной ипотеки претерпела существенную трансформацию, конкретно для регионов, где оперирует группа «Эталон» Санкт-Петербург, Москва, размер максимального кредита снизился до 3 миллионов, ставка немножко поднялась, там 6,5% до 7%, но одновременно была запущена семейная ипотека, которая предполагает ставку кредитования 6%, распространяется на семьи уже с одним ребенком, родившимся после 2018 года. Мы активно работаем с данным сегментом ипотечных клиентов, и уже за июль-август сделки с данным сегментом внутри общего объема сделок с ипотекой составляют 10 и чуть более процентов. Мы рассчитываем то, что семейная ипотека заместит собой общедоступную и льготную субсидированную ипотеку для Москвы и Санкт-Петербурга. Ее доля достигнет порядка 40% уже к концу текущего года в объеме ипотечных сделок группы «Эталон» и по Москве, и по Санкт-Петербургу. Спасибо, Василий. Дальше я, наверное, не буду заострять внимание на таких операционных слайдах, особенно, что касается 2020 года. Они уже раскрыты достаточно давно. Многие инвесторы и на звонках это могли слышать, и в материалах посмотреть. Из того, что мне хотелось бы отметить, это вот на слайде 24. У нас достаточно хороший перформанс по относительным показателям, особенно то, что касается валовой прибыли и маржинальности по EBITDA. То есть мы ее там достаточно существенно нарастили. Здесь и рост цен, и все наши действия направлены на организационную, скажем так, устойчивость «Эталона». То есть два слайда про это говорят, с PPA и без PPA. И, наверное, отдельно хотел остановиться вот на этом слайде, тоже он может быть важен, интересен для инвесторов. Это, собственно, долговая нагрузка. Здесь видно, что чистый долг на 30.06 у нас, по сути, отрицательный в той методологии, в которой его обычно раскрывают застройщики. И, наверное, опять же, вот тоже коротко хотел бы на этом слайде сказать, что среднеизвешенная ставка по кредитному портфелю, она у нас с 8,3% годовых на конец 2020 года снизилась до 6,7% годовых на 30 июня 2021 года. На этом бы я, наверное, именно ту часть, которая касается презентации, хотел бы завершить и больше времени оставить на Q&A и общении с Сергеем. Спасибо большое, Илья. Спасибо, Василий. И да, ну, как обычно, у меня есть... Да, но я думаю, что, может быть, нам все-таки стоит вот слайд с параметрами нового выпуска, чтобы вы озвучили. Да, слайд с параметрами выпуска на экране. Может быть, здесь я как раз попросил бы Ольгу прокомментировать, опять же, вовлечь ее. Собственно говоря, с удовольствием прокомментирую. Наше размещение планируется на 16 сентября. Предлагается выпуск, начиная с объема 8 миллиардов рублей, со сроком обращения 5 лет, ежеквартальным купоном и амортизацией, которая устроена почти равными долями, по 11% в дату выплаты каждого из квартальных купонов, кроме последнего, когда выплачивается 12% от номинальной стоимости. Все остальное достаточно стандартно, достаточно представительный набор организаторов. Я даже перечислять не буду. Вы их все... Да, практически весь рынок собрали. И что очень важно в наших текущих размещениях, рейтинг эмитента, РУА минус стабильный от эксперта, что позволяет рассчитывать на участие пенсионных накоплений и страховых резервов. Я пытаюсь понять, кого из первой десятки в вашем списке организаторов нет. И второй тоже. МКБ, по-моему, нет. А так все есть. Ничего не вечер. Хорошо. Ну, давайте традиционно. У меня есть заготовленный мной список вопросов. Я, естественно, призываю участников нашего вебинара использовать этот момент и задавать свои вопросы, потому что те, кто будут смотреть нашу презентацию, наш вебинар в записи, этой возможности будут лишены. А вот те люди, кто сейчас участвуют, они как раз-таки вопросы смогут задать. В общем, как бы у всех, я думаю, картина мира примерно есть, что вот прошлый год был, сначала была куча исследований, что строительные отрасли будут очень плохо, потом вдруг оказалось, что все как раз-таки наоборот, потому что цены на недвижимость пошли семимильными шагами расти, сначала в Москве, Питере, потом в регионах. В общем, в итоге нам почти все строительно-девелоперские компании показали отличные результаты прошлого года, но вот сейчас уже прогнозы по рынку недвижимости, они уже не такие оптимистичные. То есть уже вот, не знаю, я давно не встречал каких-то публикаций, где прогнозировалось такое агрессивное продолжение роста, при этом, как обычно бывает, то есть вот сначала там растут цены, а потом издержки тоже так начинают догонять. То там у нас рабочая сила дорожает, потому что мигрантов не пускает, всякие там арматура, бетон и прочее, все это как бы существенно дорожает. То есть вот ваша картина мира, не знаю, если брать ближайшие года-три, то есть что будет со спросом на недвижимость, с издержками и с ценами? Ну и, соответственно, как бы исходя из этого, ваша рентабельность, она скорее будет на том же очень неплохом уровне, или она все-таки скорее будет поддавлить? Давайте начнем, да, с рыночных показателей, с наших прогнозов. Действительно, три основных драйвера, которые сработали на рынке, послужили хорошему перформансу отрасли за последний год. Это первая, льготная субсидированная ипотека, которую уже вкратце рассказали. Второе, это, скажем так, ситуация, когда недвижимость стала полноценным инвестиционным инструментом в условиях определенных налоговых изменений по вкладам в банках, по снижению ставки депозита и так далее. И третий фактор, это снижение объема предложений на первичном рынке по линии именно предложения на рынке. Соответственно, мы на сегодняшний день видим то, что льготная субсидированная ипотека претерпела трансформацию. Ну, то есть для регионов России практически изменений мы не видим. По Москве и Питеру она превратилась, скажем так, в семейную ипотеку. Ее доля с 60%, мы будем говорить сейчас про эталон, продажи эталона, упала пока до 10%, но мы прогнозируем, что она отрастет где-то до 40%, то есть какой-то гэп 20% мы потеряем. По объемам контрактования мы планируем то, что рынок действительно вернется к нормальным темпам контрактования, скажем так, 2019 года. Если смотреть на результаты второго полугодия 2020 года, наверное, самого такого активного в плане контрактования по Москве средний объем новых ДДУ составлял 6,9 тысяч сделок в месяц, сейчас мы прогнозируем то, что во втором полугодии 2021 он вернется на уровень 5,5 тысяч сделок в месяц. Мы уже получили факт июля-августа, видим то, что фактически сейчас мы вышли на 5 тысяч сделок в месяц. Ну, то есть, понятно, снижение есть, но мы возвращаемся к нормальным темпам, наверное, 2019 года. По Питеру второе полугодие 2020 года это в среднем 5,5 тысяч сделок в месяц, причем там были месяцы, когда их было 10 тысяч, там ноябрь-декабрь. Второе полугодие 2021 – это возврат также на уровне 2019 года порядка 4,5 тысяч сделок в месяц. Факт, сейчас даже больше 5,150 – это июль-август, вот только что данные вышли. По ценам и июль показывает рост у нас и по Москве, и по Санкт-Петербургу. По августу вот только-только данные вышли, минус 0,5% по Москве и плюс 3% по Санкт-Петербургу. То есть разнонаправленная динамика, скорее всего, вызвана определенным соотношением спроса-предложения, вывода новых, более дешевых объектов. У меня есть статистика, что, например, Пик вывел два новых объекта в сегменте комфорт-класса, что, опять же, могло и повлияло на среднюю цену. Что касается издержек, они действительно также растут, но если сравнивать их с ростом цен, конкретно по эталону, еще раз приведу цифры, это по жилой недвижимости плюс 36% по Санкт-Петербургу, плюс 32% по Москве. Это выше, чем в среднем по рынку, а в среднем по рынку это где-то 20-22% за год. Опять же, если смотреть второй квартал 2021 ко второму кварталу 2020 года, то есть мы растем по средней цене выше рынка, при этом издержки, по нашим оценкам, растут где-то плюс 10-15%. Да, есть отдельные виды материалов, которые выросли больше, чем на 20%, на 30%, но, тем не менее, их доля в себестоимости настолько мала, что они в целом, понятно, двигают себестоимость вверх, но в целом мы держим ее под контролем. То же самое касается и издержек на трудовые ресурсы. Понятно, что сейчас мы находимся под давлением в плане привлечения труда мигрантов из ближнего зарубежья, из конкретно Средней Азии, но мы своевременно начали переход на рекрутмент рабочих из российских регионов, которые, естественно, чуть дороже, но при этом более стабильны в плане юридического их оформления, патентов, налогов и так далее. Это один факт. Второй факт то, что по Санкт-Петербургу у нас достаточно большое количество рабочей силы находится непосредственно в штате, имея в виду именно генподрядные структуры, которые непосредственно ручками выполняют строительные работы. По Москве у нас максимально строительно-монтажные работы выведены на аутсорсинг. Соответственно, это в какой-то степени проблемы наших генподрядчиков, но, тем не менее, они могут быть, действительно, оказать влияние на нас, но мы их урегулируем в договорном, а порой и в судебном порядке, заменяя тех или иных генподрядчиков. У меня такой ответ по этому вопросу, если Илья дополнит, буду угадать. Да, здесь, наверное, такой комплексный, комплексная работа компании постоянно проводится. Здесь там ключевые, кроме, собственно, строительно-монтажных работ, еще стоимость приобретения земли, которая там существенно на валовую маржу влияет, и земля, конечно, и вообще в целом поведение лендлордов, после того, как выросли цены на квартиры, оно как бы в аналогичном, аналогичное ожидание у владельцев земельных... Лендлордов, да. По цене участков. И здесь, конечно, это такой постоянная торговля, постоянный анализ, и как бы здесь там частично помогает, что усложняются требования по получению РНС. Такое количество претендентов на землю, оно все-таки там уменьшается, особенно в столицах, и регулируется способностью того или иного застройщика дальше, ну, как бы, донести этот земельный участок до РНС-а. То есть вот это большая вещь, которой мы управляем, и учитывая там нашу большую инвестиционную программу, это такой тоже ключевой аспект, который повлияет на горизонте там 24-го года, где мы обещали достичь 30% на поваловой марже. Я имею в виду, это вот мы там активно на это смотрим. СМР-ы, да, здесь все, что мы внутри как бы работаем, мы усиливаем свой проектный институт, чтобы наша основная неэффективность, она еще заложена на этапе проектирования, и мы сейчас там существенные усилия внутри на свой проектный институт, на эталон-проект как бы тратим, чтобы уже в обратную сторону получить, скажем так, более качественно спроектированные объекты, и чтобы меньше было потом потребности в достройке так или иначе, и там в постгарантийном обслуживании. То есть это касается там себестоимости, а если говорить уже ниже, то мы, конечно, там активную работу ведем по коммерческим административно-управленческим, то есть здесь, опять же, то, что ты не можешь условно там оптимизировать себестоимости по объективным причинам, стараемся оптимизировать уже в Киаурах. То есть вот буква К это ответственность Василия, он здесь с продажниками достаточно существенную работу проводит, а как бы с точки зрения Ауров это уже такой комплексный подход, мы реструктурировали компании, централизовали, убрали два лишних уровня и уже снизили на 2% Киауру по отношению к выручке и в целом обещаем к тому же самому 2004 году, про который активно говорим на наших капитал-маркет днях, что до 10% мы должны Киауру довести. То есть это тоже другой компонент, не совсем себестоимость, но тоже эффективность компании. То есть вот такой короткий ответ. Спасибо. Спасибо большое, Илья. Я правильно услышал, что в Петербурге цены выросли даже немножко больше, чем в Москве, то есть Василий, по-моему, сказал, что 36% в Петербурге и 32% в Москве. Но при этом, как я понимаю, все-таки компания в большей степени сдвигается в то, что московский бизнес растет быстрее, чем питерский. То есть вот здесь как бы нет противоречия, что вроде как бы должно быть наоборот. Я бы здесь ответил, наверное, скорее с точки зрения просто конфигурации земельного банка. На одном из слайдов в своей презентации я показывал, что у нас на сейчас земельный банк в основном сконцентрирован в Москве, там около 70% и только 25% земельного банка в Санкт-Петербурге. То есть мы видим, что Санкт-Петербург рентабельен. Мы в Санкт-Петербурге, опять же, это уже упоминал Василий, в Санкт-Петербурге у нас есть собственный производственный блок, генподрядные подрядные организации по ключевым работам, это там монолит, фасад, инженерия. То есть для нас Петербург приоритетный регион. Также я отмечал, что вот мы все, что купили с начала года, три проекта, мы все три проекта купили в Санкт-Петербурге. Проект в Московском районе, проект, соответственно, в Петроградском районе и еще в каком-то выскочил уже из головы не суть. То есть мы Санкт-Петербург как эталон естественно развиваем. То есть это на самом деле просто такая вот сейчас конфигурация получилась нашего земельного банка, что Москва превалирует. Но мы Санкт-Петербург планируем оставлять, развивать и деньги в него вкладывать. А вот нас спрашивают в ленте вопросов корпоративная штраф-квартира сейчас где находится? В Петербурге или в Москве? Или она такая распределенная? Вот после 2020 года и тому, как мы все научились работать в формате удаленных команд не очень релевантный вопрос, но по-прежнему основная часть менеджмента находится в Санкт-Петербурге. Именно как бы изначально два слова расспросили поясню. Изначально питерская компания и московский бизнес развивался в достаточно самостоятельной компании внутри эталона даже до сделки с лидер-инвестом до вхождения АФК-системы в капитал эталона. С полным штатом генеральный директор, финансовый директор, то есть полный штат. Что произошло в этом году буквально в мае-июне завершили реструктуризацию, мы собственно ликвидировали вот эти дочерние компании на уровне территориальных управлений, всех людей перевели в единое юридическое лицо, убрав два лишних прослойки по сути заместителей генеральных директоров дочек и по сути директоров департаментов переформатировав. То есть Московское территориальное управление люди сидят преимущественно в Москве, но при этом у нас достаточно много бэк-офисных функций делается из Санкт-Петербурга. То есть наверное здесь сейчас мы придем на горизонте одного-двух лет конфигурации, когда все-таки большая часть бэк-офисных функций, часть должна все-таки больше уйти в сторону Санкт-Петербурга, потому что это просто дешевле. Офисные площади дешевле, зарплата незначительная, но тем не менее это более эффективно. Поэтому мы работаем сейчас в формате двух по сути офисов. При этом мы очень централизованы, мы готовы к региональной экспансии, будучи полностью централизованной командой. Хорошо. Такой вопрос наверное уже отчасти утратил свою актуальность, но тем не менее главной темой всех подобных вебинаров прошлого года, особенно когда в гостях были строительные девелоперские компании, была тема перехода на escrow счета, проектное финансирование. Вы уже полностью на это перешли или еще часть проектов, которые были начаты остались по-старому? Ну и собственно как это все повлияло на ваш бизнес, так уже ретроспективно оценивали? Да, у нас остаются проекты еще старые, где деньги проходят через специализированные счета застройщика, все новые проекты у нас уже проходят по escrow счетам, здесь на самом деле не было какого-то там существенного запаса земельного банка именно с полученными рнсами у эталона до сделки с лидер инвест, чтобы как бы докатываться, то есть не было такого, что эталон до июля 2019 года пытался получить максимум рнс, поэтому как только 214 ФЗ в новую редакцию вступил в силу, мы все проекты начали уже делать с использованием счетов и скрох. Заняло время объективно, я думаю, что это у всей индустрии, мы там со всеми финансовыми директорами, генеральными директорами общаемся, чтобы это настроить, переварить, по сути сейчас я скорее даже вижу больше плюсов, чем минусов от новой структуры, эта отрасль достаточно существенно дисциплинировала, потому что банки наравне с, или там банки плюс ЦБ наравне с Минстроем стали своего рода регулятором отрасли, добавили в нее своей банковской еще дополнительной организованности, при этом все опасения, которые касались роста цен, именно из-за перехода на счета и скроу, они скорее не оправдались, потому что мы с банками в течение года практически, полугода-года пришли к ситуации, когда всю экономику по счетам и скроу, а банки получают свою экономику, размещая денежные средства дольщиков на межбанке, на казначейских каких-то своих операциях, они по сути транслируют нам в специальную ставку, то есть там всю экономику передают нам, поэтому, коротко еще повторюсь, все говорили, как это сейчас работает, мы имеем по сути три ставки, мы имеем базовую ставку, это когда у тебя нет денег на счетах эскроу, для эталона она находится в районе 9% годовых, дальше по мере наполнения счетов эскроу ставка уменьшается, и, например, при стопроцентном покрытии проектного финансирования счетами эскроу ставка уже находится в районе 3,5% годовых, опять же, от проекта к проекту разнится, более экономически привлекательные проекты имеют там более низкую ставку, и дальше когда покрытие проектного финансирования счетами эскроу уходит там за пределы опять же 150-170%, то у нас ставка становится нулевой, и по сути вот сейчас там наша в том числе роль как финансовой службы внутри это вот как бы следить за тем, как идет баланс, и даже на этапе уже бизнес-планирования мы планируем наши продажи и наш строительный цикл так, что мы находимся все время в специальной ставке, то есть у нас эффективная ставка по проектному финансированию она находится там в районе 3,5% годовых, что на самом деле не так страшно как ожидалось условно там когда этот 214-й ФЗ объявлялся и там сильно обсуждался, поэтому гораздо больше влияния на цену реализации недвижимости оказали там прочие факторы включая ковид, нежели повышение там какого-то интерст-экспенса на уровне специализированного застройщика. Спасибо. С одной стороны согласен, с другой стороны вот так если просто снаружи посмотреть, то имеем 19-й год и 21-й год тогда был механизм долевого участия, сейчас через считай скроу, ну и цены 25-30% выросли, но согласен, что наверное здесь в большей степени влияние других факторов, хотя конечно разложить это по компонентам довольно сложно. Про земельный банк вы в презентации говорили, наверное повторяться нет смысла, хотел бы попросить прокомментировать программе на Эхо Москвы, была программа посвященная эталону, и там сообщалось, что вы планируете покупать так называемые незонированные участки, чтобы потом их самостоятельно зонировать. Я не очень хорошо в этом разбираюсь, но тем не менее наши аналитики на это обратили внимание, в чем здесь как бы идея, в чем как бы смысл покупать незонированные участки относительно того, чтобы покупать уже зонированные участки. Да, давайте поясню, у нас в пайплайне проектов и те, и те проекты, то есть на самом деле как бы да, естественно, зонированные участки, ты очень быстро добегаешь до РНС, начинаешь строить и продавать, но на сейчас зонированные участки очень дорогие, то есть по сути мы для себя сейчас подбираем такую конфигурацию пайплайна, так выстраиваем воронку по земельному банку, чтобы получение разрешительной документации попадало в те циклы, когда оно нам нужно. Это, конечно, не всегда получается, это как бы такой достаточно сложный процесс, чтобы условно там финансисты его могли как-то там предугадать и четко понять, где вот конкретно нужно вывести тот или иной проект в продажу, но мы стараемся сделать такой здоровый микс и зонированный и не зонированный. Нам нужна объективно эталону зонированная земля, то есть чтобы вот мы могли, вот, например, проекты в Санкт-Петербурге, то есть вот здесь вот фокус все-таки на приобретение участка, где мы достаточно быстро можем добежать до РНС и как бы пополнить земельный банк, загрузить свои собственные производственные мощности. Здесь как бы стратегия одна, при этом мы смотрим какие-то участки, возможно, более удаленные, где мы точно знаем, что мы можем добежать до РНС, мы там понимаем сложности, при этом мы исторически там 30 лет находимся в Санкт-Петербурге, мы знаем, как добегать до РНС. Поэтому тоже там определенный микс, он и в Санкт-Петербурге предполагается. В Москве мы сейчас более свободны в выборе, то есть у нас достаточно большой земельный банк в Москве, и в Москве, опять же, там те компетенции, которые были у эталона и те, которые были дополнительные, привнесены АФК-системой, позволяют, в принципе, достаточно сложные участки переводить, получать РНС. И здесь, наверное, проект ЗИЛЮК, это такой один из примеров, когда эталон вместе со самими акционерами справился и смог, по сути, промку в лице завода АМАЗИЛ перевести как бы в жилье, при этом достаточно сложно это складывалось, мы в прошлом году подписали медиативное соглашение с городом, там более трех или четырех лет как бы это все было в судах, но мы эту ситуацию урегулировали, подписали медиативное соглашение на очень хороших для нас условиях, как для эталона, получили очень комфортную рассрочку и считаем способность у нас как бы зонировать землю, получать разрешение есть в том числе и на незонированной участке. В регионах ситуация тоже разная, то есть там как бы условно ты можешь митигировать риск того, что ты покупаешь незонированную землю, договариваясь заранее с государством, то есть ты заранее говоришь, смотрите, мы входим как масштабный инвестиционный проект, выделите нам землю, помогите с сетями, помогите социалкой, через возможные программы стимул и прочее, то есть там можно достаточно быстро, условно, из сельскохозяйственной земли при наличии, скажем так, административного желания региона, чтобы мы зашли туда как крупный застройщик, очень быстро добежать, условно, я не говорю про пробку, но с какого-нибудь сельскохозяйственных угодий очень быстро добежать до жилья, поэтому здесь комбинация, покупаем и то, и то, считаем, что способны делать как бы незонированную землю тоже, это добавляет нам, кстати, опять же, инкрементальную валовую маржу, потому что незонированная земля, она, конечно, там дешевле существенно, если мы хотим добежать до 35% валовой маржи, как мы объявляем к 2024 году, нам все-таки вот эту вот способность нашу зонировать и получать РНС на промку, там, на сельскохозяйственные какие-то земли, она нам нужна, чтобы выдержать наши обязательства. То есть, вот это вот некая такая дополнительная компетенция, которая у вас есть, но она есть не у всех там ваших потенциальных конкурентов. Да, 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 и это становится, на самом деле, в наших особенно ключевых регионах присутствия Массе, Санкт-Петербурге очень важной, то есть, усложняются документации, усложняются требования города, в Москве все знают, что ввели там плату за изменение вида разрешенного использования, и те способы, благодаря которым можно уменьшить, например, эту плату, которая коэффициенты понижает, она тоже напрямую связана, например, с коммерцией и с возможностью быть большим и договариваться с городом по получению льгот. То есть, здесь вот такой жар-ресурс и в целом, как бы там новая конфигурация 2014-го ПЗ, они, конечно, консолидации рынка подталкивают. Я бы дополнил еще то, что по регионам в комбинации с достаточно высоким ростом цен по ряду регионов плюс способность работать с незонированной землей позволяет как раз дать существенный вклад в выполнение планов по валовой марже 30-35%. Ну, в частности, если говорить про город Омск, только за первое полугодие 2021 года рост цен на первичном рынке составил 19%, а за весь 2020 год порядка 30%. То есть сумме это дало более 50% рост цен, который в сумме с практически бесплатным, можно сказать, входом в земельные участки в Омске, мы платим арендную плату и передаем 5% от построенных платежей, дает как раз, на мой взгляд, даже вполне мощное конкурентное преимущество перед Москвой и Санкт-Петербургом. Да, есть города, которые выросли еще более серьезно, там, например, тот же Сочи, но там другая ситуация, там ввели мораторий на выдачу РНС, соответственно, там градостроительная деятельность фактически сейчас поставлена на паузу. Но, тем не менее, таких регионов достаточно много, и пока мы можем публично объявлять только об Омске, но, поверьте, большое количество у нас в работе. Спасибо. Ну, вот, на самом деле, давайте тогда про географическую диверсификацию. Ну, там, не знаю, можно начать издалека вообще философски, что, может быть, вот последствием там пандемии перехода значительной части людей на удаленную работу будет в том числе снижение потока людей, которые едут переезжать там в Москву и Петербург и, соответственно, с выравнивания цен на недвижимость в Москву и регионах. Понятно, что эта тенденция, она такая лонг-лонг-лонг-лонг пластинг, то есть, это, наверное, там 5, может быть, даже 10 лет, но, вот, не знаю, лично мое личное видение, что эта тенденция, она будет иметь место. Вот, поэтому про географическую диверсификацию, ну, там, не знаю, почему Омск, чем Омск, там, лучше, чем Тюмень или Челябинск, куда еще планируете и, не знаю, на горизонте, допустим, 5 лет, какую видите примерно комбинацию бизнеса между, там, Москва, Питер и остальные регионы? Давайте начну отвечать. Мы видим те же самые тренды, Сергей, которые вы обозначили, что, как бы, во-первых, там, миграция, возможно, будет уменьшаться, и, на самом деле, явно видно, что власть делает много усилий для того, чтобы эта миграция, она все-таки была меньше, чтобы развивались не только два столичных региона, но, по сути, крупные города в Сибири, ну и вообще там другие миллионники. Да, в Сибири города-миллионники собираются строить, превратить в миллионник, да, слышно. То есть, мы эти тренды видим, опять же, понятно, что это займет время, поэтому мы абсолютно не планируем массированно выходить в регионы и достигать на горизонте, там, условно, года-двух, какой-то там прям существенной доли в продажах эталона именно в регионы. То есть, мы там пропагандируем тоже очень аккуратный, очень аккуратный выход. То есть, мы все наши переговоры структурируем так, чтобы мы там имели максимальную гибкость. Опять же, если регион, например, там где-то не может выполнять свои обязательства, мы, соответственно, оставляем за собой так же там право-возможность как бы, ну, условно, уйти, в случае, если мы понимаем, что экономической целесообразности, мы все-таки коммерческая организация, а не там Charity Fund. То есть, мы для себя здесь максимально все как бы там стараемся обезопасить. Омск получился, ну, наверное, просто он в воронке провалился первым. Он был как бы самым подготовленным. Он действительно такая там ролевая получилась модель для выхода, то есть там минимальная стоимость входа, да, арендные платежи, но как бы не такие высокие инвестиции в приобретении земельного участка, очень большая поддержка региона и как бы вот просто дошел, дошел, дошел первым. Мы смотрим на все города-миллионники, в той или иной как бы там конфигурации мы наверное еще там два-три региона, может быть там на горизонте ближайших одного-двух лет объявим, но опять же повторюсь, что здесь скорее такой аккуратный очень подход взаимодействия с властью, потому что здесь опять же большие масштабные инвестиционные проекты без поддержки власти построить невозможно, то есть экономически нецелесообразно, кто-то должен построить инфраструктуру социальную, сети, помочь с дорогой, помочь с центрами притяжения, это как бы экономика проектов не всегда в регионах выдерживает, тем не менее вот все, что говорил Василий про то, что там тоже цены растут, что как бы притяжение в том числе вокруг региональных столиц формируется, это да, мы видим этот тренд, мы пытаемся поймать. Спасибо. Ну и, наверное, в хвост этого вопроса, он такой, может быть, чуть более шуточный вопрос от нашего участника Дмитрия Ефимова. Дмитрий, я думаю, что это тот Дмитрий, которого я знаю, живет в Нью-Йорке, в Штатах, он спрашивает, не планируется ли что-то строить в западном полушарии, например, на Карибах. Ну а если серьезно, то есть были прецеденты, когда российские девелоперы заявляли об определенных проектах за рубежом, я помню, кто-то из пятерских девелоперов во Франции что-то строил, то есть насколько вообще это есть на повестке дня, насколько видите, там в зарубежной экспансии какой-то бизнес или это на повестке дня не стоит? Сейчас в эталоне зарубежной экспансии на повестке не стоит, мы пока в российские регионы идем и активно как бы на эту тему общаемся, все-таки наша ключевая компетенция это Россия, то есть мы тут даже про ближайшие я про Карибы не говорю, даже там про страны СНГ мы пока тоже внутри не обсуждаем. Я вот сегодня прилетел из Ташкента с утра, там, кстати, очень активно все устраивается, то есть там прям строительный бум в городе, так что рекомендую присмотреться. Как это? Следующий этап? Как новая итерация стратегии мы на это посмотрим. Там Индию про Пик мы слышали, коллеги, и там про Таиланд, то есть, может быть, мы тоже поймем, что там есть какая-то для нас экономика, но на сейчас скорее нет. Ну, про Индию и Таиланд не знаю, это в Афганистане только что был, так что про него, да, могу сказать, что там строительный бум довольно активный. Хорошо, в принципе, про сколько проектов у вас в работе и какие планы вы сказали. Давайте вот такой вопрос у вас, в основном то, о чем мы говорим, это фокусировка на жилой недвижимости. Есть ли у вас там какие-то планы, например, вообще какой-то экспозитор, как сейчас можно говорить, на сектор коммерческой недвижимости и, наверное, как бы довольно близко связаны с этим вопрос, то есть, ну, понятно, что есть бизнес, связанный со строительством, то есть вы построили, продали, все, как бы, идете строить следующий дом. Есть второй бизнес, связанный с тем, что вы построили, как бы, и дальше управляете этой недвижимостью, то есть, там, ваша управляющая компания, которая является частью вашей группы, там, вы внедряете всякие системы умного дома, там, все вот это вот, и на этом тоже дополнительно зарабатываете, то есть, насколько вот компоненты, связанные с коммерческой недвижимостью и с эксплуатацией недвижимостью в вашем бизнесе видятся значимые? Давайте я начну отвечать. Значит, коммерческая недвижимость в портфеле группы эталон не является определяющей, ее доля в операционных результатах по продажам колеблется от 3 до 5%, вот как правило, это сопутствующие объекты в рамках комплексной застройки жилых комплексов и проектов комплексного освоения территории, есть несколько крупных объектов, которые мы либо уже продали, либо продадим в ближайшее время, ну, например, это торговый центр в составе ЖК Летний сад, город Москва, Дмитриевское шоссе, площадью, там, 32 тысячи квадратных метров, соответственно, с точки зрения эксплуатации построенной недвижимости в составе группы есть своя сервисная компания в Санкт-Петербурге, в Москве, в управлении порядка 6 миллионов квадратных метров в сумме, безусловно, в стратегии стоит расширение перечня оказываемых функций, услуг, сервисов жильцам, проживающих в наших жилых комплексов, в том числе, самые, самые как раз маржинальные функции, это связанные с ремонтом помещений, с дизайном и с оказанием услуг по установке и обслуживанию систем умного дома. По системам умного дома отдельно отмечу, что мы запустили масштабную цифровизацию наших жилых комплексов совместно с компанией МТС, наша сестра по линии АФК система. Соответственно, в первую очередь у нас цифровизуются такие жилые комплексы, как Серебряный Фонтан, жилой комплекс Шагал, который как раз я уже упоминал в презентации, Нагатина Айленд, Домино, Петровская Доминанта в Санкт-Петербурге, и в дальнейшем мы планируем внедрение этих систем во всех проектов бизнес-класса и выше точно, а в проектах комфорт-класса с учетом спроса на данные системы. И по поводу спроса мы видим, что действительно, если два года назад это была чисто маркетинговая фишка, дифференциатор некий по продукту, то в 2021 году это уже такой мейнстрим, когда и более наверное 60% проектов в Москве, в Санкт-Петербурге выходят в той или иной степени системами, элементами системы умного дома, так и с точки зрения клиентов мы видим по фокус-группам, по количественным опросам, что более 50% уже готовы за это доплачивать. Я подобрал пару вещей, которые важны. Первое, по коммерческой недвижимости. Я уже упоминал, что в Москве, весь рынок знает, в Москве изменились правила платежи за изменение вида разрешенного использования, заври. И соответственно здесь можно получить льготы в том или ином районе, в случае, если ты обеспечиваешь какую-то коммерцию. Поэтому мы для себя сейчас очень внимательно смотрим, когда покупаем и когда рассматриваем те или иные участки в Москве, какие есть возможности по снижению платежей за изменение ври, если мы там условно где-то там коммерцию построим. То есть вот это сейчас может чуть-чуть именно в московском регионе сейчас как бы фокус наш сместить. То есть мы можем целенаправленно пойти где-то там в офисы, понимая, что это даст льготу по ври по нашему основному бизнесу. То есть мы вот сейчас там Василий сказал, что у нас 3-5 процентов, а нам вот эта доля например в Москве может подрасти и нам компетенцию по реализации коммерческой недвижимости придется наработать. Но опять же это не само по себе из-за сдвига стратегии, а именно из-за таких особенностей сейчас московского региона, когда это становится действительно существенным материальнейшим фактором с точки зрения себестоимости. Потому что ври это очень большой кусок земельных отношений и себестоимости. Поэтому вот здесь, поэтому вот уже сейчас какие-то там новые проекты смотрим, мы уже пытаемся понять, кому мы могли бы условно и где построить, продать бизнес-центр или какие-то там условно объекты коммерческой недвижимости и какую льготу получить. И считаем бизнес-модели исходя из этого. То есть вот такая еще особенность. А по сервисной компании, наверное, еще вот мне очень нравится, сейчас Василий не сказал, прошу его повторить свою вот такую правильную штуку, что сервисная компания, у нас очень большая доля повторных продаж тем же самым клиентам. То есть тем, чьи дома мы обслуживаем, они довольны и как бы расширяются опять же там в эталоне, потому что им как бы вот это комфортно. Я хочу сказать, дополнить комментарий, то что в эталоне исторически достаточно высокая доля повторных покупок с учетом истории компании в Санкт-Петербурге ее доля доходит до 46%. То есть на этапе своего жизненного цикла клиента они приходят повторно, приходят их родственники, у них случается позитивные события, негативные, которые приводят к необходимости решить, и учитывая то, что они не только получают качественный продукт, но и хороший сервис на этапе проживания, они обращаются с высокой степенью вероятности повторно в группу эталон. По Москве, с учетом истории существования в Москве 13 лет по сравнению с 34 годами в Санкт-Петербурге, доля меньше, колеблется 12-16%, но тем не менее тоже достаточно велика. И мы понимаем, что это самые дешевые продажи, дешевые лиды по сравнению с рекламным привлечением и брокерским, поэтому активно вкладываем в том числе и в сервисную компанию, в качество ее работы. у вас действительно brand recognition в Петербурге, конечно, очень хороший, там другое дело, что многие у вас еще по ленту спецму, поэтому у них может быть определенный лент спецму, эталон. Я думаю, что недвижимость это та тема, которую люди готовы потратить пять минут, чтобы почитать, что это одно и то же. Я часть вопросов буду пропускать или сокращать, потому что у нас полчаса осталось, у меня вопросов еще много, и у нас достаточно активны наши слушатели вопросы задают, поэтому не буду спрашивать, какие преимущества вам дает статус системообразующей компании, просто поздравляю вас с тем, что вы весной этот статус получили, и, в общем, конечно, это хорошо и позитивно в глазах инвесторов. С точки зрения ваших позиций, есть у нас единый реестр застройщиков, где очень удобно посмотреть, как это турнирная таблица, как в спорте, кто на первом месте, ЗНИТ, ЦСКА, Спортакт, так и тут, в общем, можно посмотреть, по каким показателям. На первом месте, вот вы сейчас по текущему строительству на 13-м месте, хотя в прошлом году были в топ-10, а по вводу жилья в этом году вы что-то там вообще на каком-то 83-м месте, то есть совсем как-то невысоко. То есть в плане вот ввода жилья, то есть есть ли какая-то большая сезонность, чем она обусловлена и на какую позицию вы планируете выйти, и с точки зрения текущего строительства вот эти минус три строчки там с 10-го на 13-е, они не значат что-то, что вы чуть медленнее растете, чем остальные, или это предел такой флуктуации, то есть сейчас 13-е, через три месяца будет 8-е или 9-е, будет колебаться. Да, давайте отвечу, значит, действительно ERZ стал неким таким универсальным термометром и табелью о рангах застройщиков, большое значение и влияние оказывают в том числе региональные экспансии многих девелоперов, потому что метр квадратный, он метр квадратный, что там в Ставрополе, что в Москве, при этом стоимость его разнится в 5-7 раз порой, поэтому действительно мы смотрим в целом на эту ситуацию, с учетом нашей региональной экспансии, я думаю, что мы легко эти три строчки можем отыграть в течение 2021-2022 года, если смотреть на региональный разрез, он тоже на ERZ присутствует, в Санкт-Петербурге компания стабильно входит в топ-4 застройщиков, например, декабрь 19-го четвертое место, декабрь 20-го третье, а сентябрь 21-го, как раз текущий месяц, четвертое место, то есть, такие флуктуации, плюс-минус одно место в рейтинге. В Москве, благодаря как раз наращиванию портфеля и запуску новых проектов, мы поднялись в топ-10, например, декабрь 19-го это было 14-е место, декабрь 20-го 15-е место, а сентябрь 21-го текущий месяц 9-е место, как раз за счет запуска проекта Шагал, вывода новых очередей в Нагатин-Айленд, а впереди еще у нас и Летниковская, тоже об этом сегодня говорили. Поэтому, конечно, топ-10 красивая цифра, но я думаю, что с учетом региональной экспансии мы легко туда вернемся. Илья? Да, и по вводу действительно здесь сработало, даже я бы не сказал, что сезонность, а скорее просто то, как у нас выстроился график ввода тех или иных проектов, мы в целом для себя бюджетируем два года вперед, то есть у нас такой цикл, у нас там долгосрочная финансовая модель, практически там бесконечная, ну и как минимум до конца реализации действующих проектов, а это уже там 35-й год, потому что ЗИЛ очень большой и очень длинный. Бюджет у нас двухлетний, и вот в 21-м году действительно там в первом полугодии получился, что мы ввели совсем немного, но по году мы будем не хуже прошлого года, то есть у нас достаточно много ввода в эксплуатацию во втором полугодии, там, если я не ошибаюсь, там Крылья огромный проект, который к вводу именно во втором полугодии, то есть и ряд других проектов, которые нам, по сути, не уронят ввод 21-го года. Ну и далее, мы сейчас ведем активное пополнение земельного банка, и в том числе регионы, мы, конечно, на траекторию определенного роста выйти должны. Там сейчас произошла такая ситуация, опять же, это и с ковидом связано, и конкретно в Аталоне эта сделка по приобретению лидер инвеста, когда мы разово купили почти 2 миллиона квадратных метров, у нас заняло достаточно там длительное время все это внутри переварить, компанию реструктурировать, потому что все-таки 30 миллиардов рублей, это было большое приобретение для Аталона, добавило там 2 ебиды в долг, плюс ковид, где мы больше занимались внутренними процессами реструктуризации и не покупали землю, вот сейчас мы как раз считаем, что у нас чистый долг в отрицательный ушел, в существенно отрицательный. Мы как раз планируем там пополнять и с точки зрения и текущего строительства, и ввода уже на траекторию роста выйти. Спасибо. Ну, наверное, примыкающий сюда вопрос от Владимира Малиновского. Объясните, почему продажи в первом полугодии 21-го года остались на уровне слабого первого полугодия 20-го года? Это сохранение низкого спроса или ограничения по объемам продаж? Ну, во-первых, все-таки они выросли, мы же по ним пробежались, они остались только на том же уровне по натуральным показателям, по финансовым, по денежным показателям выросли на 30-39%. Ну, наверное, Владимир имел в виду как раз про натуральное. Натуральное. Ну, с точки зрения натуральных, я вот, кстати, комментарий с точки зрения именно там финансиста, мы на каком-то этапе все-таки фокус сместили на маржинальность, нежели на количество квадратных метров проданных. то есть мы все-таки там, если видим, что где-то идут очень как бы там продажи очень быстро по какой-то там низкой цене, мы все-таки там стараемся эту ситуацию корректировать, потому что наши обязательства, и наши там и совет директоров, и акционеры, они сейчас в меньшей степени гонят нас в квадратные метры, они в большей степени гонят нас в финансовый результат. И здесь вот все, что там Василий говорил про динамическое ценообразование, это вот его проект он настраивал, то есть это вот как раз направлено больше в направлении там роста валовой маржи, нежели там квадратных метров. Ну то есть фактически это выглядит система динамического ценообразования, она, можно сказать, за счет эластичности и повышения цены, она постоянно останавливает при высоком спросе и выполнении плана продаж, она останавливает, если можно так выразиться, контрактование, повышает цену, если спрос даже при этой более высокой цене присутствует, она снова повышает, таким образом мы тормозим натуральные показатели и автоматически повышаем среднюю цену реализации, ну и как следствие маржинальность продаж. То есть как раз 2021 год у нас полностью уже под, по этой логике был реализован и продолжается в реализации. спасибо. Так, следующий вопрос, ну опять-таки я его, наверное, по факту пропущу, просто поздравлю с тем, что в рейтинге потребительского качества жилья вы свои позиции улучшили и уверенно держитесь в топ-10, ну что, наверное, как бы очень здорово, это то, о чем вы говорили про высокую лояльность ваших клиентов и что очень часто люди переезжают в пределах все равно домов, которые строятся в вашей компании. Расскажите немножко, если можно достаточно кратко, потому что она все время потихоньку поджимает. Вы в осенье прошлого года представили обновленную стратегию развития и там много было про цифровую архитектуру, развитие технологий с помощью расширения партнерских программ, применения новых технологий строительства, вот вкратце крупными мазками о чем идет речь? Давайте я скажу. Это действительно достаточно большой набор стратегических инициатив. Первое это, наверное, развитие, дальнейшее развитие лидерства компании в BIM технологиях информационного моделирования строительства, когда BIM используется не только на стадии проектирования, но и продолжается на всем этапе всего жизненного цикла проекта. То есть от архитектурной концепции переходит в прохождение экспертизы проекта, опять же, в цифровом виде, продолжается на этапе строительства с точки зрения планирования и предоставления рабочей исполнительной документации в цифровой среде, и дальше уже построенное здание вместе с цифровой фактической моделью передается в управляющую компанию, опять же, внутри эталона для дальнейшего использования уже на стадии эксплуатации. Вот, собственно, мы и занимаемся внедрением этого полного цикла цифровизации работы с проектом на все проекты группы эталон. Сюда же входит и система комплексного контроля строительства, которая получила название Contrast, Construction with Trust, строительство с доверием, и могу даже сказать, что мы думаем о неком спин-оффе вывода данной услуги на внешний рынок для внешних потребителей, клиентов и заказчиков. Также это такие проекты, как внедрение системы умного дома, цифрового квартала, о котором я уже сказал, совместно с компанией МТС. Это система динамического ценообразования, которую также мы внедрили, и дальше мы планируем ее докручивать с точки зрения систем искусственного интеллекта, машинного обучения. Это системы предиктивной аналитики по земельным участкам. Пока они у нас распространяются на Санкт-Петербург и на Москву, позволяют в течение одного дня анализировать и рассчитывать экономические модели по любым кадастровым номерам земельных участков с учетом всех как ограничений, так и преимуществ земельного участка. Ну и также стоит упомянуть технологию модульного домостроения, которая, наверное, не настолько цифровая, насколько инновационная в плане сокращения времени строительства и переноса производственного цикла со строительной площадки внутрь производственного помещения, цеха, что также позволяет экономить и издержки строительные как-то их затормозить, притормозить и уменьшить цикл сроки возведения домов. Здесь мы объявляли о партнерстве с компанией QB Technology британской, соответственно, сейчас в активной стадии разворачивания этой технологии в России и подготовки к строительству пилотного проекта. Причем дополню прям очень коротко просто, чтобы там время сохранить. Например, QBT даже прекрасен возможно не самой вот именно технологией, потому что технология там ЛСТК, она там всем известна и собственно модули в Советском Союзе еще тоже все прекрасно разрабатывают. То есть она например вот как раз прекрасна тем, что у нее настроенные системы именно там внутри ERP-системы всего там жизненного цикла строительства этого модуля. То есть оно нам интересно именно вот как цифровое решение, нежели как вот железяк там обшитое тем или иным материалом. То есть это вот как раз вот приобретение скорее в сторону цифровизации, чем в сторону какой-то вот там именно новой инновационной технологии. Она в принципе там сама по себе уже известна. Вот это хотел добавить важно. Спасибо. Так, ну про 20-й год в принципе презентации было. У вас немножко сократилась выручка, но существенно выросла чистая прибыль практически в 11 раз в принципе это в ваших слайдах было. Про долговую нагрузку вы сказали, что фактически там чистый долг сейчас отрицательный. Ну вот хотел бы попросить прокомментировать соотношение между банковским долгом и облигационным долгом сейчас какое и каким в принципе его хотите держать. Ну и там на перспективу каким видите соотношение долг и беде, каким хотите в среднесрочной перспективе поддерживать. Да, ну давайте коротко тоже, чтобы трудно сказать какая будет будущая разбивка между банковским и публичным долгом. Но сейчас у нас около 8 миллиардов рублей это именно публичного долга, это выпуски облигаций лидер инвеста, по которому прошли аферу на 5 миллиардов и остатки облигационных займов эталон ленд спецмул, который, к сожалению, там не может больше выступать центром заимствований для нас и просто соответственно амортизирует свои старые выпуски. Новым центром заимствований у нас будет лидер инвест, который там впоследствии мы скорее всего переименуем в какое-то более эталоновское название, потому что он становится для нас не просто центром привлечения финансирования, а также центром инвестиций, то есть все инвестиции, которые мы будем делать в земельный банк как эталон, они будут с уровня лидер инвесторов, что здесь важно инвесторам показать, что это не просто как бы SPV, а это все проекты, которые будут куплены на их деньги, они на этом же под этим акционера-спецзастройщика будут реализовываться. То есть 7-8% это около 12% от общего долгового портфеля. Теперь, чего мы как бы боимся, куда не хотим попасть, что для нас является ограничивающим фактором. То есть здесь мы скорее смотрим не на чистый долг к АИБДе, такой на классический показатель, который у нас там на сейчас отрицательный, там минус 18 миллиардов практически. Мы, вот учитывая все, что я там много сказал про то, как устроено проектное финансирование, мы на самом деле не боимся проектного долга. У нас, читая скроу, всегда перекрывают проектное финансирование выбранное, то есть это в принципе так в бизнес-планах зашито. И это, кстати, еще одна из причин, вот, наверное, вот мы добавить, почему нам нет смысла продавать квадратные метры? Потому что мы эти деньги дальше перенакоплены на счетах и скроу, мы экономику дарим уважаемым финансовым институтам, чего мы делать не хотим. То есть нам ни в коем случае не надо как бы перепродавать выше чем 100 процентов, 150 процентов, извиняюсь, от привлеченного проектного финансирования. Потому что мы когда тоже вот не просто вот видим, что продажи хорошо идут, но еще и видим, что мы перезаполнены счетами и скроу, и дальше мы теряем экономику, оставляем ее банков, мы тоже, соответственно, растим цены, роняем темпы. Поэтому здесь мы скорее боимся ковенанты, которые больше привязаны к чистому корпоративному долгу. Это как раз облигационники и условно, как раньше это называлось, котловые кредиты. В том числе, крупнейший из них, это около 30 миллиардов был привлечен кредит Сбербанка на приобретение лидера инвеста. Он уже там начал амортизироваться, но в целом это такой долгосрочный семилетний, если я не ошибаюсь, кредит, который сейчас там около 26-27 миллиардов еще остаток есть. То есть облигации вот на сейчас, именно в текущей конфигурации, это хороший инструмент. Еще в прошлом году он мне нравился. Я там на многих форумах и там ТАСС был, и где-то еще, где я выступал, я всегда говорил, что, ребята, мне неинтересны облигации, потому что они слишком короткие. То есть вы там не идете в дюрацию больше двух лет, у нас строительный цикл достаточно длинный, и нам нужны деньги подлиннее. Вот сейчас, мне кажется, благодаря достаточно там, наверное, высоким ставкам случилась ситуация, когда она вин-вин для застройщика и для инвестора. То есть инвесторы хотят зафиксировать высокие ставки, потому что все-таки, наверное, в среднем долгосрочной перспективе будет понимание, что ставки там ключевая пойдет вниз, как бы это долго продолжаться не будет. Мы довольны и хотим использовать этот инструмент, потому что он наконец-то приблизился к строительному циклу. То есть вот так бумага, которую презентовала сейчас Ольга, как бы пятилетний срок, три с половиной года дюрация. Это уже близко, это уже становится там нам интересно и как бы банковские кредиты длиннее, но банковские кредиты они залоговые, ковенанты и обслуживание в целом, наверное, там сложно. Мы достаточно публичные, чтобы иметь публичный долг, как бы, который там дешевле. Вот и на сейчас, что самое главное, вот там для нас, он имеет нормальную дюрацию для застройщика. Поэтому облигаемся там ковенантный пакет какой-то планируется или нет? Нет, нет. По облигациям ковенантного пакета не планируется. Окей, спасибо. Давайте дальше еще пару вопросов у меня есть. Ну вот, за последние пару лет произошло такое, в общем-то, тектоническое изменение структуры акционеров. То есть, с одной стороны, была приобретена у АФК-системы компания Лидер Инвест, в свою очередь, АФК-система выкупила 25% акций и эталона у основателя компании Вячеслава Заренкова. Ну и, собственно, Вячеслав Заренков фактически на данный момент из акционеров компании вышел. Акционерная структура у вас на слайде была представлена. Ну и дальше такой вопрос, он, наверное, с оттенком немножко провокационности. То есть, вот если взять ваши бумаги и сравнить с вашими, как бы, пирс, то есть, ну, наверное, ваш пирс это ПИК и ЛСР. Вот. Ну вот, динамика получилась? Показать экран. Да, 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 видно. Да, да, на отличие. Вот. То есть, вот синенькая это ПИК, красненькие это вы, зелененькие это ЛСР. Ну, хорошая новость в том, что вы едете лучше ЛСР. Вот. У вас хотя бы динамика положительная, у ЛСР динамика даже немножко отрицательная. Ну, плохая новость в том, что вы едете значительно хуже ПИКа. То есть, ну, вот здесь на годичной это перспективе нарисовано, то есть, ПИК выросли практически на 50%, вы выросли на 5%, ЛСР, они там где-то на 5% припали. То есть, вот, ну, наверное, как бы, как бы, он скорее, там, может, инвесторам и так далее. Но, тем не менее, вот ваше внутреннее видение, почему ситуация такова. То есть, это реакция инвесторов на вот изменения в структуре акционеров, что вышел, как бы, основатель компании, может, с этим какие-то опасения связаны. или ПИК делает там какую-то принципиально другую стратегию, которая инвесторам нравится гораздо больше, и вот они, им это заходит, а ваша стратегия заходит меньше, вот, если можно прокомментировать. Давайте, я же, как финансовый директор, в том числе, отвечаю за отношения, ну, как бы, там, вместе с нашим, там, еще, вице-президентом Пуаяр, за инвесторов и, как бы, за капитализацию. То есть здесь, действительно, когда вышел Вячеслав Адамович, зашла АФК-система, много было вопросов, что произошло, что будет дальше с компанией, как будет выстроен governance, потому что любой крупный МНА, это, как бы, там, фактор риска для акционеров, особенно, когда, там, заходит, там, абсолютно другой игрок и выходит именно основатель. И у нас, в принципе, там, практически год-полтора заняло убеждать всех, что, как бы, смотрите, да, Вячеслав Адамович вышел, он вышел полностью, то есть там не осталось никакого, и мы бы там показывали все время слайд, что его нету в сайте директоров, нету внутри в структуре управления, как бы, здесь у нас независимые директора и директора от, там, нового крупнейшего акционера от АФК-системы. С точки зрения процессов тоже все задавали вопрос, как вы переварите лидер-инвест. Очень большая сделка по масштабам эталона, там, сопоставимая, собственно, с размером самого тогда, как бы, эталона, ну, по сути, две команды. Опять же, мы год переваривали лидер-инвест, меняли управленческую структуру, и здесь, наверное, там, из ключевого, что понравилось инвесторам, что был сохранен менеджмент именно эталоновский, то есть, то, что касается именно ключевых компетенций застройщика, то есть, это, там, и генеральный директор, и продажи, и стройка, то есть, это все в большей степени, как бы, если посмотреть, там на состав, он больше именно эталоновский. Система внесла какие-то дополнительные компетенции, опять же, их там следовало пояснять, и мы их там очень, как бы, поясняли, то есть, больше именно там функциональных руководителей, то есть, и вот свою экспертизу, там, финансового холдинга, управляющего какими-то там операционными активами, то есть, это тот фактор, который тоже занял время. Большой фактор это ЗИЛ, то есть, вот нас очень сильно, потому что это полтора миллиона квадратных метров, как вы справитесь, и, собственно, когда мы подписали медиативное соглашение, как бы, это тоже был такой достаточно большой релиф с точки зрения, там, опасений инвесторов, то есть, по ЗИЛу. Дальше, опять же, там, не совсем корректно всех сравнивали, мы все на разных стадиях, то есть, мы, условно, например, делали сейчас капрейс, то есть, это тоже с точки зрения акционеров был такой очень, ну, такой фактор, влияющий на капитализацию, то есть, мы шли 30%, на 30% увеличили там, собственный капитал, просили деньги у акционеров, то есть, это, как бы, тоже там, на динамику акции как-то так или иначе влияло, но, в целом, мы, конечно, считаем себя действительно недооцененными, у нас достаточно низкий мультипликатор к, например, к АИБДе, тут можно, на самом деле, там, с ума сойти, говоря, какой правильный мультипликатор для девелопера, ну, например, там, по АИБДе, мы там, в полтора раза у нас мультипликатор хуже, то есть, причем, фундаментально, мы считаем, что мы, как бы, вот этого точно не заслуживаем, то есть, опять же, работа совета директоров, работа всех, там, всего менеджмента, отвечающего за взаимоотношения с акционерами и инвесторами, но самое главное, это, там, положительный операционный финансовый результат, то есть, когда мы будем стабильно показывать траекторию роста, а вот у нас, наверное, с траекторией роста были вопросы, потому что, там, была определенная такая вот, такой плато, когда мы не росли, мы не покупали землю в 2020 году, весь 2020 год, основной консерн был, вы ничего не покупаете, то есть, вот это тоже, наверное, был такой фактор, сдерживающий рост капитализации, и вот сейчас с каждым объявлением нового приобретения, конечно, вот это вот, даже вот по котировке последних, там, недель показывают, что вот наша активность в пополнении земельного банка, и вот именно для инвесторов важна, там, траектория роста, здесь немножко, там, долговой инвестор с equity инвестором, там, не сходится, поэтому мы вам отвечаем, я уже так переобулся, и вот я уже, там, не за DCM, а за ECM, то есть, здесь вот важна траектория роста, на которую мы все-таки должны выйти, и тогда вот тот, как бы, рост, который был показан пиком, там, возможно, ему повторить. Ну, пик молодцы, как бы, здесь я ими восхищаюсь, как бы, и акционерами, и менеджментом, то есть, они делают все правильно. Ну, да, их вот, на самом деле, читал чей-то аналитический обзор недавно, что их видят вообще, прям, как бы, следующей такой голубой фишкой, которая может быть, вот, одной из самых торгуемых и детализированных российских компаний. Раз заговорили про акции, такой тоже очень важный и интересный вопрос, это дивидендная политика. То есть, у вас в 2020 году было выплачено 12 рублей на акцию в качестве дивидендов, и это, кстати, при том, что чистая прибыль за 2019 год отрицательная. То есть, совокупная выплата составила, примерно, 3,5 миллиарда рублей. И я читал вашу отчетность за 2019 год, что вот 12 рублей на акцию рекомендовано в качестве минимального размера дивиденда. Что, на самом деле, по текущим целам означает, там, примерно, десятую дивидендную доходность, что, ну, мягко говоря, очень неплохо для российского рынка. То есть, действительно ли есть ориентир на то, что 12 рублей это минимальный размер дивиденда, и, там, если прибыль будет больше, то какой подход к дивидендной политике компании? Подход останется, я думаю, неизменным, то есть 40-70 отчистой прибыли и какой-то минимальный платеж, потому что мы все-таки его обещали, и нельзя трагически менять вектор. Нельзя. Здесь на нас конкретно там в этом году накладывается, опять же, там, наш СПО. Здесь получился дополнительный фактор неопределенности, и у нас сейчас достаточно активно идет дискуссия с нашим сайтом директоров, уже приближается с акционером, соответственно, приближается время объявления дивидендов, то есть подход останется такой же, 40-70 с какой-то минимальной суммой, которую мы будем готовы прогарантировать. Соответственно, какая-то будет минимальная сумма, сейчас как бы Совет директоров рекомендует общему собранию акционеров, мы как-то это объявим, но подход останется в виде. Ну, будем следить. Давайте прибежимся, у нас 4 минуты осталось по тем вопросам из ленты, которые остались неотвеченными, так, это ответили, это ответили. Так, кто для вас делает проектные работы и project monitoring, это все in-house у вас? Ну, я бы ответил, что в Питере, наверное, у нас больше компетенций по проектированию, талон проекта находится базово там в Санкт-Петербурге и про производственную блок в Санкт-Петербурге я тоже рассказывал, но какие-то сложные проекты, те, с которыми не можно справиться талон проекта, нанимаются внешние подрядчики, при этом департамент качества, он единый на Москве и на Санкт-Петербург, он, конечно, внутренний. Мы много усилий сейчас, как я там в речи раньше говорил, на наш проектный институт времени уделяем, потому что, конечно, проектирование это та вещь, которая позволяет экономить себе стоимость, его развитие, это там приоритет для эталона. Здесь, если Василий что-нибудь добавит. Да, я дополню, что даже вот по проекту ZIL-Юг, Шагал, мы привлекали такое ведущее бюро по урбан-планированию, как KCAP, Голландия, и в первую очередь нам проектировало бюро Москва, вот известное московское архитектурное бюро, то в последующей очереди мы привлекли эталон-проект. Действительно, компания эталон-проект серьезно усилена в плане кадров, качества, экспертизы, и мы видим то, что они на очень высоком уровне сейчас делают в последующей очереди мы нисколько не теряем в качестве по сравнению вот, например, с такими ведущими архитектурными бюро, как Спич, бюро Москва и тогда. Так, еще один вопрос от Владимира Малиновского. Когда будет опубликована отчетность за первое полгодие 21-го года? Конкуренты почти все отчитались уже. Ну, мы тоже в ближайшее время отчитаемся, до конца сентября мы ее объявим. Так, спасибо. Так, это ответили, это ответили. Так, Эльвира Баева. Как справляетесь с таким повышением цен на сырье, как недавнее на металлы, есть ли механизм хеджирования от таких ситуаций? Ну, с точки зрения там хеджирования на металл, мы прям инструменты хеджирования, какие-то там деривативы не используем. У нас централизованные системы закупок выстроены, мы стараемся работать по долгосрочным контрактам. Соответственно, говорил уже Василий здесь, что все-таки рост цены реализации он пока что покрывал и покрывает рост себестоимости. Справляемся. С запасом. С запасом, да. Спасибо. Справляемся. Так, еще один вопрос от Владимира Малиновского, упоминая уже упомянутую компанию ПИК. ПИК активно продает квартиры и предоставляет ипотеку онлайн. Вы, насколько я понимаю, идете по этому же пути. Какая сейчас доля продаж онлайн? Давайте я прокомментирую. Мы действительно активно внедрили онлайн-инструменты в период локдауна апрель-май 2020 года. В тот период онлайн-продажи, включая там курьерскую доставку документов, составляли до 100%, после возвращения к нормальному режиму мы все эти инструменты оставили, но, опять же, учитывая психологию покупателей и классический клиентский путь, мы видим то, что клиент предпочитает все-таки приехать и сделать это в оффлайн. Поэтому текущий процент колеблется в пределах 5%. При этом мы видим то, что ПИК закрыл, например, все оффлайн-офисы продаж. Считаем, что это все-таки снижает общий поток клиентов, чему мы рады, потому что у нас есть клиенты, которые в том числе не нравится такой подход, когда их загоняют только в онлайн. Поэтому у нас омниканальные каналы продаж, пожалуйста, можем провести консультацию в Teams, Zoom, Skype, WhatsApp и так далее, но, как правило, клиенты предпочитают приехать и сделать как минимум выбор в оффлайн. Дальше все оформление сделки можно сделать в онлайн. Спасибо. Ну и давайте последний вопрос нашего самого активного сегодняшнего участника Владимира Малиновского. Какой прогноз по изменению цен на жилье на 2022 год? Давайте я отвечу. Наш прогноз увязан, безусловно, со ставкой ипотечного кредитования, с макроэкономическими показателями и ставкой для финансирования ЦБ РФ. Мы видим то, что уже наметились признаки стабилизации, разнонаправленная динамика в Москве и Питеру. Видим то, что все-таки в большей степени именно темпы реализации, объемы продаж вернутся, скажем так, до пандемийным показателем. При этом рост цены будет находиться на уровне инфляции либо чуть больше нее. То есть условно это порядка 1% в месяц по Питеру, по Москве до конца текущего года. Ну и 2022 год это плюс 7, плюс 10% в годовом выражении. Ну то есть какого-то снижения либо отрицательной динамики мы не планируем и не видим, не прогнозируем, учитывая все-таки, что объем предложения пополняется крайне медленно. Спасибо. Ну что ж, предлагаю на этом завершать. Мы, в общем-то, почти на все вопросы, которые нам были заданы, ответили. Спасибо за такую как бы хорошую, емкую презентацию и интересные, харизматичные ответы на вопросы. Я абсолютно не сомневаюсь, что ваше размещение облигаций пройдет крайне успешно, ну потому что вот и Ольга Гороховская вам помогает, и потому что там в синдикате почти все ведущие российские инвестбанки, поэтому ни одного шанса на то, чтобы оно может пройти неуспешно, я думаю, что просто нет, и скорее всего снидут. Вот, я уж не знаю, какое там будет распределение между институциональными и частыми инвесторами думаю, что будут идти и другие, хотя, наверное, институционалов чуть побольше, да, Оля? Мы рассчитываем, конечно, что идти и другие будут, вот, и надеемся, что на всех хватит, будем просить компании, если вдруг не хватит, немножко добавить. Вот, хочу пожелать вам успешно развивать вот намеченную намеченную цель экспансии в регионы, потому что я думаю, что вот именно там как бы вылью для увеличения акционерной стоимости компании, ну и, конечно, желаю вам по динамике стоимости акций догнать и перегнать пик. Спасибо большое, Сергей. Спасибо огромное. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok